Здравствуйте! Вы смотрите «Вопрос по делу» в студии Нина Приходько. Сегодня у нас в гостях пиар-специалист, киномакс-плаза Анастасия Швецова. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! Скажите, какие фильмы сегодня наиболее востребованы зрительской аудитории? Вы знаете, на самом деле зрители выбирают хорошие фильмы, которые им интересны. Но по нашим личным подсчетам можно сказать, что наибольшей популярностью пользуются комедии или фантастика. Но о засилии какого-то определенного жанра, конечно, говорить не приходится, потому что есть разные и комедии, и фантастика. А если говорить об отечественном и зарубежном кино, у кого преимущество? Ну, сложно так однозначно ответить. Если говорить о зарубежном кино в целом, то можно сказать, что там большинство фильмов достаточно зрелищных, с какими-то спецэффектами. Что касается отечественного кино, то они богаты на различные драмы с глубоким смыслом. Так, из последних «Поддубный», «Левиафан», «Батальон», «Солнечный удар». А можете назвать самые кассовые и самые провальные фильмы последних двух лет? Могу последнего года, потому что наш кинотеатр всего существует год. Так, среди самых кассовых можно назвать последний фильм о трансформерах и «Хоббит» и «Стражи галактики». Госдума долгое время обсуждала вопрос квотирования зарубежного кино. Известно ли что-либо по этому вопросу сейчас, какое-то решение? Да, действительно, этот вопрос рассматривался, но в марте комитет Госдумы по культуре отозвал этот законопроект. И я считаю, что непосредственно политика квотирования, она ни к чему хорошему не приводит. Почему? Потому что смотрибельные фильмы, они будут и так в прокате. Я считаю, что это здоровая конкуренция. Изменился ли зритель в последнее время, кто чаще всего ходит в кино, в Ростове именно? Можете какой-то портрет нарисовать зрителя с временем? Ну, я считаю, что зрители прежде всего стали более разборчивыми. Они обращают внимание на, если говорить о нашем кинотеатре, на новое оборудование, на то, что у нас новый кинотеатр и на то, что мы стараемся предоставлять качественный сервис для любой категории зрителей. И что касается возраста, можно сказать, если раньше преимущественно говорили о том, что фильмы посещают в основном молодые люди до 30 лет, то у нас такой тенденции не наблюдаются. Разные фильмы привлекают разные категории возрастных людей. То есть, например, фильм «Батальон», он привлек более возрастную аудиторию. И в силу того, что у нас существуют различные льготы для пенсионеров, учащихся и детей, то ходят самые разные возраста к нам. Ну, если о сервисе говорить, тут поподробнее об этом. Какие льготы и какое оборудование у вас есть, чем вы отличаетесь от других кинотеатров? Льготы — это специальные цены на билеты для этих категорий граждан. А что касается кинооборудования и отличительных каких-то особенностей, у нас, например, пассивная 3D-система с самым ярким решением. У нас очень удобные очки, которые в них достаточно легко. То есть, активная система отличается тяжелыми и неудобными очками, а пассивная наоборот. Вот это можно выделить среди таких серьезных преимуществ у нас. Если вернуться к кинопрокату, не так давно на экранах показали фильм «50 оттенков серого». Есть такая тенденция общероссийская, что популярность этого фильма, она несколько была меньше, чем ожидали. Общероссийская тенденция в некоторых регионах страны, показу фильм запретили. А как у нас вообще с этим обстоит дело? Был ли популярен среди ростовчан этот фильм? И если сравнить с каким другим фильмом, вот эту популярность, этот наплыв зрителей, если он был, конечно. Да, действительно, на этот фильм «50 оттенков серого» был достаточно серьезный наплыв зрителей, особенно в первую или вторую неделю проката. Там как раз выпал праздник 14 февраля. Было огромное количество зрителей, в принципе, как и ожидалось. Но я лично считаю, что связано это, конечно, не только с тем, что снят он был по бестселлеру всемирному, который многие читали, наверное, но и связано это было с серьезной рекламной кампанией. Анастасия, если вернуться к вопросу о квотировании, все-таки, да, если мы предположим, что ведут вот эту систему, к чему это может привести, на ваш взгляд? На самом деле, последствия могут быть самыми разнообразными, но, на мой взгляд, прежде всего это приведет к увеличению цен на билеты и сокращению вообще кинотеатров в целом. То есть кинотеатры будут закрываться, и о строительстве новых залов и открытии каких-то новых рабочих мест не может быть и речи. Потому что все-таки 90% всех прокатных фильмов — это фильмы зарубежного производства. Безусловно, есть хорошие российские картины, но я считаю, что российский кинематограф еще не до конца способен полностью занять эту нишу. А на каком уровне сегодня стоимость билетов и от чего она зависит? Стоимость билетов варьируется в зависимости от времени и фильма. В последние месяцы мы уже понемножку стали привыкать к увеличению цен в магазинах. А как с этим делом обстоит в кинотеатрах? Растут ли цены на показы? Да, действительно, цены растут всюду, и кинотеатры стали не исключением. Но мы пока еще держим оборону и оставляем цены на прежнем уровне. Ну, раз уже затронули тему финансовой нестабильности в стране, то хотелось бы узнать, в связи с этой проблемой изменился ли поток? Увеличился, уменьшился народа меньше, стал ходить в кино? Или наоборот, люди пошли смотреть фильмы, абстрагироваться, отвлекаться от действительности. Можете что-то в этом плане сказать? Да, действительно, в силу того, что нашему кинотеатру меньше года, нет возможности сравнивать этот период с предыдущим периодом прошлого года. Но можно определенно сказать, что количество людей увеличивается, потому что все-таки сейчас сезон, зима, и тем более такие... Уже заканчивается, уже даже закончилась весна, да? Да, можно сказать весна, но все-таки людям хочется действительно абстрагироваться, как-то отвлечься, развлечься, отдохнуть. И поэтому одно из самых доступных развлечений – это кинотеатр, и люди идут с удовольствием, смотрят разные фильмы. Спасибо, Анастасия, что пришли, рассказали нам о том, что происходит сегодня в сфере киноиндустрии. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях была Анастасия Швецова, пиар-специалист «Киномакс Плаза». Я с вами прощаюсь, до встречи. Анастасия Швецова, пиар-специалист «Киномакс Плаза». Анастасия Швецова, пиар-специалист «Киномакс Плаза».